И последний вопрос. По поводу чувства собственного достоинства. Мы живем уже достаточно долгое время вместе, но не женаты. Ничего, вы двигаетесь вперед. Знаете, иногда люди борются, я сам бы занимался. Ты бросаешь человека, он падает не на спину, а на колени. Это считается недоделанным бросок. То есть ты бросил его, но не до конца. И надо что в этой теме делать? Надо дальше его как бы потихоньку, чтобы он упал уже совсем. То есть гражданский брак, это значит, что уже все нормально, ты бросок сделал, но как бы не получилось до конца. Что-то помешало. Ну, вали его дальше как бы. Пойдем замуж. Хочу замуж за тебя. Пойдем распишемся. Это муж уже, твой муж все. Он объелся груш, правда, как бы не хочет жениться. Но муж. И ты его в заг стени. То есть надо понять, что у женщины такая и сила есть. А женщины не знают, кстати, это силы многие в себе. Они знают, что когда женщина по-доброму просит, просит, она думает, что он как камень. Вот я прошу, а у него там ничего не меняется. Это ошибка. Мужчина всегда меняется, но очень медленно. Потихоньку, 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 потихоньку. Где-то 50 раз душой, надо сказать, пойдем расписываться. Но не сразу, не подряд. Через какое-то время. Когда есть случай. И так постепенно, первые 20 раз, он потом на первые 20 раз думает, наверное, она точно это хочет, что так много спросила. Мужчина так на 20 раз уже так думает, надо задумываться от этим. Что-то как бы она все спрашивает и спрашивает. Наверное, надо ей это. Для мужчины женские слова очень легкую природу имеют. И когда 20 раз, это уже тяжело достаточно. Вот. Потом еще 10 раз где-то он уже в принципе не против, но не хочет соглашаться. Потом еще 20 раз идет такой процесс, что он в принципе как бы уже хочет согласиться, но пока нет времени на это. Потом он уже как бы согласился, и еще 5 раз осталось где-то сказать, и он идет в ЗАГС. И ты думаешь, капец. 50 раз, и наконец-то идет, причем, и некоторые женщины вообще так расстроены, идет, говорит, только ради тебя. И она, тогда вообще не пойду. Да как иди, дура. Он же уже идет, все. Проглоти иди, спокойно. Да-да-да-да-да-да. И до ЗАГСа. Расписался, все. Поклялся, другая жизнь началась. Клятва нужна в отношениях обязательно. Иначе вы же не считаете друг друга мужем и женой. Понимаете, в этом вся проблема. А надо считать. Это очень важно. Дети в воздухе зависают. Если нет мужа и жены, нет отца и матери, значит, полноценных. Ну, то есть, это какая-то странная жизнь, на самом деле. Надо дотягивать мужичка своего родного, дотягивать до ЗАГСа. Причина, почему он не пошел, не развитость ваша, не развитость нравственная. Недостаточно развитые люди. Женщины развиты, ты никогда не будет ложиться с мужиком, который ее взял, муж не взял. Да никогда. Только сначала роспись, потом постель. Все. Развитые девушки так себя ведут. И у него не остается шансов мужчины. Он идет расписываться. А куда деваться? Любит, привязался к девушке. Понимаете? А потом уже, когда постель, он остывает. Мужчина, ну, не такой уже. Понимаете, когда, вот, это вот, женщина, надо понять это все. Тогда произошли половые отношения. Женщина привязывается в это время к мужчине, а мужчина отвязывается. Запомнили? Но мужчину потом держит обязательство. Потому что мужчина, если он дал обязательство, он не может уже отойти от этого. У него так психика устроена. И обязательность начает роспись. Вот расписался, все уже. Как бы дал. Ты пошел этим путем уже в жизни. А если не расписался, никаким путем не пошел. И вот это вот проблема, понимаете? Он отвязывается, женщина привязывается. У него еще, от нее, у нее, от него еще дети появляются, еще больше привязывается. А у него все больше ответственности и нагрузки в этих отношениях. А он не расписывался, обязательств не давал. Все тяжелее и тяжелее становится жизнь. Он думает, да зачем мне это надо? Все. Я же ничего не обязан, не должен. И к обеду не жди твой песик. Вот. Тяните его за шкирку. По-доброму, по-доброму. Нет шансов у мужчины увернуться. Нет. Если женщина тянет, никаких шансов нет. Я вам гарантирую, женщина. Мужчина не может ничего сделать с этим. Она тянет, тянет его. Ему придется согласиться. Все. Вот я поэтому и говорю. Я не пойду за такого. Хорошо, когда вы еще за него не совершили ошибки. Хорошо. Вы замужем? Да? Расписались? Сам привел? Молодец. Сначала, если у вас есть сила, сделайте это. А если уже совершил ошибки, ничего страшного, даже если не сам. Некоторые женщины меня спрашивают. Олег Геннадьевич, а можно мужику вот говорить, пойдем расписываться или давай поженимся? Мужчине можно говорить? Женщине. Это же унижение для женщины. Нет ни унижения. Хорошо, если он сам ведет вас туда и как бы сам он ответственность берет на себя. Но если уже пошла ситуация неправильна, никого унижения нет. Тащите его за шкирку в ЗАГС и все. Никого унижения. Пойдем расписываться. У тебя же унижение это. Нет ни унижения, пойдем. Я первая роспись поставлю. Никого унижения. Если совершил ошибку, исправляй. То останешься одна. Вот тогда будет унижение. Если Бог мужичка дал, терпи. А если просто из глупости потеряла, потому что... Я знаю такие случаи, кстати. Она говорит, я не пошла, потому что это унижение. Я его тащу, тащу туда. Осталась одна в результате. Понимаете? Потому что проходит какое-то время. И люди уже, которые не расписаны, не могут жить вместе. Они распадаются. Брак распадается. Есть какое-то время у человека. Лимит какой-то есть. Если время не выдержано, все там... И все разлетело. Всех по-разному. Но я думаю, максимум будет 10. Это максимум. После 10 уже предсказуемости никакой нет. Гражданский брак. Но чаще всего за 7 лет, за 8 распадаются отношения. Нет росписи. Как будто ничего и не было. Но на самом деле кто-то страдает из-за этого. Один бросает, другой. Потому что люди думают, что они не женаты. А вообще, как бы, Бог завязывает людей. Год вместе пожили, уже все. Муж и жена. И если один бросает другого, у того будет страдание. А этот за это ответит. Даже хоть вы расписаны, хоть не расписаны. Не имеет значения. Бог связывает людей. Они мы сами. Спасибо. Спасибо.